Бэт Карма У меня свои соображения. Против этих людей я ничего не имею, но когда они дерутся со мной и проигрывают, значит, что им выпала плохая карма. Точно так же произойдет и со мной. Я не собираюсь проигрывать. В 13 лет у меня возникли проблемы в семье, и я ушел, чтобы узнать мир, и в юности очутился в одном монастыре. И там у тибетских монахов научился многому хорошему. Знаете, тело и дух связаны со всем. Я также овладел боевыми искусствами, и боевые искусства часто спасали меня. И тогда я решил, почему бы не попытаться достичь большего. Система, которую я исповедую... Я использовал много систем, но придерживаюсь стиля, который перенял у одного мастера. Я не буду называть его имени, но в основном его учение сводится к энергии. Она — основа всего. Самое главное — понять эмоции соперника. Когда он пытается ударить меня кулаком или ногой, он не понимает, что раскрывается, что обнажает центры, через которые я могу полностью его уничтожить. Что же? Таким образом, стиль, который я исповедую, энергетический. Когда соперник нападает на меня, он, как я уже говорил, раскрывается. Когда он наносит удар, тот становится уязвимым. Я вижу его страхи, эмоции, я могу ощущать эмоции, потому что могу быстро подчинить их своей энергии. Когда противник собирается напасть на меня, я знаю, что произойдет. Я знаю, о чем он думает, что происходит у него в голове. Мне также известно, что было у него в прошлом, и я знаю, что происходит в его настоящей жизни. Я знаю, что произойдет с ним, когда я поражу его через 2-3 секунды. Вот так я расправляюсь со своими соперниками, и неважно, кто стоит передо мной. Я одолею его, потому что он уже проиграл, когда раскрылся передо мной на эмоциональном уровне. И я не буду побежден. Мой очередной соперник Кент, который владеет Хопкидо. К его огорчению я знаком с этой системой. Что касается меня лично, то я не собираюсь выходить против Беда Кармы. Это сделает Кент. Он владеет свободным стилем Хопкидо, послушаем его. Мое имя Кен, меня знают как жестокого бойца. Я владею многими боевыми искусствами. Я тренировался везде, от Соединенных Штатов до Бангкока. В Бангкоке я оказался единственным белым человеком, которому разрешили тренироваться в монастырях. И я готовился там свыше 5 лет. Потом я вернулся сюда, в Америку, где родился, и вновь занялся боевыми искусствами, разработав собственную систему. Систему, которая повергнет Беда Карму. Мой стиль отличается разнообразной техникой. Бед Карма ожидает односложных действий. Удары ногой или кулаком, но я прибегну к комбинированным действиям. Он будет подавлен и наказан. Мне известно, что он не знает поражений. Но меня это не волнует. Я разберусь с ним. Мой ум, тело и дух одно целое. Бед Карма, я доберусь до тебя. Ты будешь жестоко наказан. Возвращаемся на ринг. Что-то там произойдет. Произойдет настоящее сражение. Знаешь что? Вой может закончиться очень быстро. Или затянется до бесконечности. Но будет интересно. Поехали. О, блеск. Кен начал с элементов караты и закончил подрывом. Вот он разворачивает его и швыряет на пол. Ему больно. Я гарантирую, у него болит не только спина, но и рука. Беда Карма просто не узнать. Да. О, вновь все решает техника. Все эти разговоры о стереотипности. Он пошел вниз и заплатил за это. Невероятно. А теперь взгляните на Беда Карма. Вы видите, это пример использования энергии. Точно. Нет, он эмоционально отрешен. У него нет места для злости. Перед ним работа, которую надо выполнять. О, какой красивый бросок. Нет, посмотри, посмотри, он задвигался. Он верен в себе. Он, кажется, использует технику противника на благо себе. Он разносторонен. Вот, бой продолжается. О, это больно. От этого удара не скоро очухаешься. А вот идет удержание. Теперь-то парню не вырваться. Когда он, наконец, проснется? Одно и то же. Карма бросает его как хочет. Точно. Его техника предсказуема. Я удивляюсь, что против Карма он использует одни и те же приемы. Я хочу сказать, что он борется с непобедимым. Он непобедимый в подпольной борьбе. Правильно, Кэну пора идти домой, я так думаю. Посмотри на это. Невероятно. Смотри, Кэм, что этот парень вытворяет. Против Карма он использует все те же приемы. А это из Хокидо. Он направляет энергию этого парня против него самого. Он едва коснулся его руки. Бросил, и тот готов. Блестящая техника. Ох, какой разворот. Ну, это больно, больно. Прямо в шею. Этот парень, наверное, очень пожалел, что рискнул выйти в зону боев против Бэда Кармы. Ты прав. Это работа мастера, владеющего боевыми искусствами. С Бэдом Кармой шутки плохи. Лучше не скажешь. Мне кажется, что все дело в однообразии, Кэна. Фронтальный удар, раз, и он падает. Отличный пример одного из сокрушительных бросков. Нам пора послушать, что скажет бывший чемпион мира по карате Майкл Уайт и Брэд Пуллер. Пожалуйста. Карма, вы остаетесь непобедимым. Как вы добиваетесь побед? Я обязан ему самому. То есть? Он говорит мне о своих намерениях. И вы легко расправляетесь с ним? С его же помощью. Понятно. Он вас даже не задел? Ничуть. Хорошо, удачи вам. Большое спасибо. Но, Майк? Он хочет сказать, что использует вес противника, как это делается в карате. Ну, его стиль аки-джитсу, а также хоккидо и джиу-джитсу. Значит, его соперники проигрывают, пытаясь достать его кулаков? Да, они дают ему понять, как распределяется их вес. Уловил. И он пользуется этим, чтобы направить силу инерции против нападающего. Мы еще увидимся с Бэдом Кармой. В моей крови пульсирует адреналин. А вот и наши девочки. Следующий поединок отправляется в зону боев и послушаем объявляющего. Мы продолжаем. Продолжение следует.